Друзья, всем привет, с вами AndyVax и сегодня я вам расскажу про мою новую коллекцию Chamber Impulse. Это камерные, так называемые, импульсы помещений в количестве 16 штук, которые я дарю своим подписчикам на Patreon. Они давно уже проголосовали и первая коллекция будет Chamber, ревера, затем Spring, ревера, которые на вокале, на гитаре офигенно заходят. И третья коллекция, на самом деле, моя любимая, но вы так, друзья мои, патроны проголосовали. Третья коллекция будет коллекцией для барабанов, которая на самом деле не совсем барабанная, тоже она такая универсальная, но она спецэффектная. Сегодня же поговорим про натуральную реверберацию, потому что Chamber это камеры, обычные комнаты, которые, как правило, обрабатывали штукатуркой несколькими слоями, там ставили колонку, микрофон, звук воспроизводили, писали на микрофон и тем самым получали вот такой живой отклик помещения на сигнал. И интересный, курьезный момент в том, что вот эта штукатурка, она со временем теряла свои свойства и камера, вот эта комната, она начинала звучать абсолютно по-другому зачастую. Вот в этом курьез и состоит. Сегодня мы будем оживлять с помощью Chamber импульсов и электронные инструменты, и вокал, и живую гитарку. И сегодня вы увидите, как можно из сухого микса получить такой живенький, живой микс. И, конечно же, в этом нам понадобится импульсный ревер, на самом деле, любой, который вы используете. Ну, а я люблю Liquid Sonics Reverberate Core, потому что туда можно один импульс загрузить, моностерео, трустерео, плюс эквалайзером обработать, чтобы удобно можно было его усадить в микс, плюс там есть огибающие. Короче говоря, вот он стоит там порядка 30 долларов, я его давно купил и до сих пор использую на протяжении многих лет, потому что он суперудобный. Ну что ж, достаточно слов, погнали разбираться. Итак, друзья, обратите внимание, для патронов, которым доступны мои импульсы, добавятся в папку с импульсами каталог Chamber. Здесь 16 импульсов. Некоторые из импульсов я переименовал. Andy Vax преобразовал в AV, чтобы преобразовать длинные имена файлов, более короткие. Давай теперь послушаем исходник. Барабаны, бас, гитара, секвенция и синтетический вокал из нового инструмента M-Voice One. Субтитры сделал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На самом деле я тут первые попавшиеся слова какие-то придумал, нарисовал мелодию, которая подходит под эту тональность, под эту гармонию, и, в общем-то, и получилась такая вокальная партия. Ну что ж, давайте тут кроме вот этой вот секвенции, которая из Эвенжера готова идет, на ней есть эффект, и за счет этого хоть какая-то свежесть, объем добавляется. Вот, если эту секвенцию выключить, то будет очень печально, очень сухо. И так, кик. Давайте послушаем, что наш импульс может сделать на кике. Обратите внимание, для тех, кто не в курсе, как работает этот импульсный ревер, сюда загружаются импульсы, вот здесь вот отображается путь. И с помощью стрелок мы можем импульсы переключать. Очень удобно, что внизу мы видим отображение нашего импульса по временной шкале, по шкале с децибелами, шкала громкости. И также здесь есть кнопка, которая нормализует громкость любого импульса. То есть импульсы могут быть с разной громкостью, но все они будут автоматически плагином нормализованы. Также в этой вкладке здесь у нас есть эквалайзер, который отключен. Можно его при надобности подключить. И также у нас здесь есть параметры по управлению нашим хвостом. Это при дилей, то есть задержка звучания. Можно смещать старт, обратите внимание, он смещается. Можно обрезать длительность. Можно сокращать на 50% длительность нашего сэмпла, и он будет сейчас 0,6 секунд. По умолчанию он 1,2 секунды. Либо в плюс мы можем на 50% увеличить, это будет почти 2 секунды продолжительность нашего сэмпла. Также есть огибающая громкость, обратите внимание. Огибающие атаки, которые можно регулировать. Затухание, сустейн, релиз, ну и так далее. Ну и как я уже говорил, и моно, и трю стерео, и параллельное стерео поддерживается. Далее у нас регулятор микс. Соотношение между сухим и обработанным сигналом. И громкость нашего импульса. Ну что ж, для этой бочки, я думаю, что стретч нужно на минимум поставить 50%. То есть сделать импульс очень-очень коротеньким. И я бы хотел звучание нашей бочки как-то оживить. Просто-напросто добавить каких-то, ну можно назвать это ранними отражениями в каком-то смысле. То есть чуть-чуть добавить объема бочки. Это сухое звучание. Вот, ну в наушниках я явственно слышу разницу. Теперь давайте попереключаем импульсы и найдем просто классно звучащий, который нам больше понравится. Вот так живенько зазвучало. Для акустической бочки это прям очень хорошо заходит. Ну, как видите, даже для электроны нормально так звучит. Даже можно попробовать воспользоваться эквалайзером. Опять же, все при желании. Все. Это ограничивается только лишь нашей фантазией. Далее давайте пока остальные каналы замутируем. Далее у нас перкуссия. Ну, тут опять же, нужна какая-то нечто вроде рума, да, небольшое помещение. Вот 100% великоватый такой хвост получается. Вот я думаю в районе 70% в самый раз. И подбираем нужное звучание. Выбираем нужную камеру. Вот 9 вроде ничего. Вот оживили ее. Теперь давайте попробуем добавить хеты. Хеты электронные. Звучат они очень механически, очень сухо. Опять же, давайте попробуем stretch параметр на минимум поставить. Как и в случае с бочкой. То есть просто добиться некоего объема. Ап캇. Сердце! Чуть-чуть добавили объема, далее давайте размонтируем снейр и со снейром конечно в 80-х но явно нужно какое-то спецэффектное звучание и на самом деле я тут конечно посоветовал использовать мои снейр импульсы которые выйдут ну наверное в феврале скорее всего давайте попробуем послушаем чистый звук ну обычный такой электронный нечто вроде линдрама и спецэффектное после применения импульса вот обратите внимание я чуть-чуть увеличил продолжительное звучание стрейчерки и увеличил параметр и теперь вот этот вот холмик возрастания громкости у хвоста он точно укладывается в темп композиции в данном случае это 99 ударов в минуту так и Продолжение следует... Добавил чуть-чуть эквализации. Давайте двигаться дальше. Дальше у нас басовая партия. Вот все бы ничего, но опять же не хватает объема этой партии. Хочется ее оживить зачастую. Не знаю, как вам, мне так точно. Опять же, стретч на 50%. И вот, в принципе, мой любимый AV Chamber 0.1. Вот в камеру такой аккуратно помещает этот бас. Отлично. Давайте теперь гитару послушаем. Ну, естественно, очень сухо звучит. Давайте подберем для нее Chamber, оживим ее тоже. Субтитры сделал DimaTorzok. Так, ну что ж, уже мне кажется неплохо. Давайте теперь послушаем до и после нашего вмешательства. Сейчас я буду отключать и включать Reverbraid Core с импульсами Chamber. И послушаем до и после. Давайте тут тоже применим нашу Chamber реверберацию. На параметр Stretch давайте по максимуму увеличим, чтобы этот хвост был длинным. В данном случае порядка двух секунд почти. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Вот получается вот такой вот живенький микс. Применил на вокале еще Valhalla Delay, очень крутой, со своими просетами, которые опять же патронам доступны. С просетом Ghost он смягченный такой за счет размытия хвост дилея. Ну что ж друзья, вот такой вот сегодня выпуск Chamber River, Chamber Impulse. Надеюсь выпуск вам понравился, пишите в комментариях как вам зашло или нет. Ну а моим патронам и моим донатерам огромное спасибо в очередной раз за то, что вы поддерживаете мой канал, поддерживаете мой Patreon. Благодаря вам сетап на стримах улучшается, картинка улучшается, все-все-все улучшается. И как видите, все и даже больше уходит опять же на стримы. Огромное всем спасибо и до новых миксов.